Сейчас возрождается культура русской бани Многие имеют свои бани, но также многие боятся этих бани Потому что часто поднимается давление, могут возникать кровотечения, головные боли, если человек не подготовлен к бане Так вот, баня на самом деле при правильном ее использовании носит целебный характер И одно из лучших показаний это все-таки высокое давление, гипертония, то есть как лечебное средство Потому что используется и холод, и жар, но всегда надо перед баней физически поработать Либо вы делаете гимнастику до пота, либо можете разгребать снег Я предлагаю в тех случаях, когда нет гимнастики, нет тренажеров, использовать прикладные тренажеры в виде лопаты И погрести немножко снег Не надо стесняться физической работы Почистить снег Очень тяжелая работа Следующая немалых усилий Но очень эффективная для подготовки тела к бане Единственное, что если вы уж не любите снег, старайтесь, каждый бросок снег идет на выдохе Ага, тогда у вас спина не заболит Я всегда все делаю на выдохе Всегда И когда бросаешь снег на лопате Все-таки рычаг То, чтобы спина не схватила Делаю выдох, чтобы снять внутри грудное давление Внутри грудное давление И мои мышцы уже готовы к тому, чтобы потом принять жар А теперь баню Баня состоит из двух основных процедур Собственно, массаж с помощью веников Я не буду учить, как париться У каждого своя техника Но веники это великолепный массаж Веники замачиваются в холодной воде Потом завариваются в горячей воде Отставиваются и становятся мягкими И перед тем, как зайти в саму парилку Необходимо приготовить ведро с водой Желательно с длинным копшечком Можете туда растворы, ромашки, мятые, эвкалипта И в процессе всего нахождения в парилке Маленькими порциями подбрасываете воду на камни Чтобы не обжигаться И в то же время, чтобы было хорошее потоотделение И когда потоотделение наступило Тогда вступают в силу веники А уж как париться, я вас учить не буду Ух! Ну и вторая главная процедура после парилки Это снег или прорубь Если у вас нет проруби Я предлагаю вам снеготерапию Процедура очень интересная Главное, хочу предупредить Никогда не бросайтесь сразу в снег Если снег не знакомый Там могут быть палки, железки Вы можете пораниться Я знаю, что у меня площадка хорошая И поэтому без боязни могу ложиться в снег Но лучше аккуратно лечь в снег Перевернуться или растереться Это вполне достаточно 5-6 секунд Вперед! Ну обязательно в тапочках Аккуратно подойдите к снегу Ложитесь на него После парилки Может перевернуться Побрызгаться И достаточно Великолепно Процедура омолаживающая Необыкновенно Не спешите сразу в парилку Пока тело охлажденное, мокрое Она упругая Промассируйте его Я могу использовать такие Я могу рекомендовать такие Массажные венички Хорошо пробиваются подошвы Достаточно жестко Мягко пробиваются икроножные мышцы Для тех, кто не хочет, чтобы у него были тромбы Пробиваются обе ноги Мягкие удары по мышцам Мягкие удары по телу Я люблю эту процедуру Она тонизирует Можно в животе промассировать себя Чтобы все было хорошо И можно использовать и другого рода массажеры Более мягкие Сейчас они продаются во всех магазинах Видите, они какие хорошие стильды Оставляют на кожу И мягко, и хорошо Массировать переднюю часть бедра Чтобы все было не забито И после этого уже тело снова взбодрилось Наполнулись энергией И можно продолжить сеанс вани-торопе